Дмитрий Демешин Семенов Александр Николаевич, прокурор Томской области, допускать людей Демешину, чтобы ни в коем случае не услышал он от людей, как оно на самом деле. И мы не знаем, какую оценку поставил Демешин нашему Семенову. Но вот Томичито, пострадавший от беспредела и длительного злостного бездействия прокуроров, покрывающих мошенников и преступников и коррупционеров, конечно, ставит Семенову оценку неудовлетворительную, то есть минусовую оценку. А проблем в Томской области хватает. Это и студенческий кампус, который уже сдать, кажется, должны, а его даже строить не начали. Сначала одно место выбрали, потом сейчас другое вроде место выбрали, но стройка пока не начиналась. А деньги выделены. В прошлом году предусмотрели порядка 30 миллиардов рублей на создание там студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов. А центрами притяжения талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Мы уже начали создание в Томске, в Москве, в Новосибирске. В Москве-то думают, что здесь стройка вовсю идет. А в Томске, в отличие от других регионов, даже еще не начинали. С деревянными домами ситуация непонятная. Деревянные дома, которые признаны памятниками деревянного зодчества. Им совсем недавно, этим деревянным домам, сделали капитальный ремонт, губернатор проезжал. А сейчас вдруг они в аварийном состоянии. Как это так? Деньги-то вы на что тогда потратили? Как вы тогда капитальный ремонт-то осуществляли? Это же не косметический, это же капитальный ремонт. Он так и называется. Капитальный ремонт. Еще раз ремонтировать, еще раз деньги выделять из бюджета. Вот неплохо было бы представителю прокуратуры посмотреть на эти дома, проверить, а как ремонт-то осуществлялся, что спустя несколько лет они уже в аварийном состоянии. Как так? Сколько ты мечей хотела попасть на прием к Демишину со своими проблемами, потому что местная прокуратура, она ничего не делает. Она пишет только отписки. Вот отписки, вот в чем в чем, а вот в написании отписок Томской прокуратуре равных нету по всей России. В очередной раз нас обманула Томская прокуратура. Мы хотели, чтобы нас принял Демишин, но в очередной раз прокуратура проигнорировала наше заявление, проигнорировала то, что мы просились и писали список о том, что кто хочет попасть к нему на прием. Нас специально не вызывают и не хотят нас принимать. К Семенову я попасть не могу, хотя Демишин сказал на приеме в том году о том, чтобы Семенов проконтролировал мое уголовное дело, но Семенов и не собирался ничего контролировать. Альбина Петровна Помогаева, врач, более 50 лет стажа, детский врач, без жилья уже 10 лет, прокуратура ничего не видит, принимать не хотят и все, отписки только пишут и все. И таких, таких там сотни, может даже тысячи. И это только те проблемы, о которых нам рассказали, которые просто они на поверхности. Прокуратура, пользуясь тем, что люди не всегда юридически грамотные, не всегда знают, куда пойти, как написать правильно жалобу, посылают их куда-нибудь или в следственные комитеты, или вообще, говорят, что это не их дело. Идите в суд. По поводу суда. Еще на 6 лет продлили полномочия школяр Лалисе Геннадьевне. Это председатель Томского областного суда. Мы ее, конечно же, от души поздравляем. Мы надеемся, что вот ее роли в том, что сейчас творится с делом в клинике Санте, с Фельдзингер, с врачами Семеновой, Мазейной, что они сидят в СИЗО по статьям, по которым они не должны сидеть в СИЗО 159, часть 4 и 10.38. Мы надеемся, что вот в этом во всем беспределе, которое творится, беззаконие, нету никакого вашего участия. Ведь это же игра Следственного комитета и прокуратура. Это они затеяли все это. Ведь эти письма, которые свидетели, мужчины пишут, что Семенова и Мазейна им на свободе могут угрожать, это же только для того, чтобы они сидели в СИЗО. Потому что в СИЗО все есть условия для того, чтобы получить нужные показания, чтобы потом эти показания в суд предоставить. Но какова цена-то будет этим показаниям, которые получены вот таким образом, если по 8 часов в холодных стаканах они сидят, я имею в виду Семенова и Мазейна, ожидая то суда, то следственных действий, которые потом отменяются. Но ничего, никого это не беспокоит. Как с такими показаниями вообще людей судить-то можно? Будет. Прокуратура, Следственный комитет. Понятно. Им главное посадить. Посадите все. Но мы надеемся, что суд в этом во всем разберется. Торжество закона, то, что мы вкладываем в эти слова, торжество, торжество закона, оно все-таки осуществится. А не желание прокурора Томской области Семенова и начальника Следственного комитета Щукина накрутить в этом уголовном деле сроки по максимуму, чтобы уже так сели, так сели. Я еще раз поздравляю Ларису Геннадьевну с назначением на очередной срок. И мы все надеемся, что то доверие, которое вам президент оказал, вы оправдаете. И так называемая Кайгородовщина по фамилии предыдущего председателя Томского суда Кайгородова в Томске закончится. Все-таки закон должен восторжествовать. Закон, он превыше всего, а не желание каких-то чиновников, царьков местных. До свидания.